Участковую избирательную комиссию, расположенную в здании историко-культурного центра, посетил глава муниципалитета. Его целью было проверить безопасность места для голосования за поправки в Конституцию. Алексей Спаский прошел весь путь, который предстоит пройти каждому голосующему. Продезинфицировал руки, надел перчатки, взял одноразовую ручку. Председатель комиссии Ирина Шершнева объяснила все нюансы предстоящей работы. Он подходит, здесь журнал, бюллетени, то есть там же полтора метра он держит дистанцию, показывает паспорт. Кабинки для голосования закрыты лишь с трех сторон, поэтому вход в них расположен сзади. Это тоже все для безопасности голосующих. На данном участке предстоит проголосовать порядка 1700 человек, несмотря на то, что можно посетить участки с 25 по 30 июня, то есть досрочно. Большинство, считает Ирина Алексеевна, придут 1 июля. Все обрабатывается, каждый час будет обрабатываться, соответственно, после посещения избирателей будем, приостанавливать их и обрабатывать помещение. То есть, как бы, ну, довольно-таки серьезно к этому подошли. 1 июля на участке будут работать 9 человек, 6 членов комиссии, председатели, его заместитель и секретарь. Также будут присутствовать наблюдатели. На участке номер 36-24 их планируется около 5 человек. С 25 по 30 июня состав комиссии будет сокращен до двух. Но в любой день безопасность голосующих должна стоять на первом месте. Я, в общем-то, на себе, вы видите, посмотрел, как будет вести себя человек, который, начиная с 25 числа, будет приходить и голосовать вот от дезинфекции рук до того момента, как будет опущен бюллетень ОРМ. Здесь обеспечены все, причем и для приходящих, тех, кто будет голосовать, и для членов участковой комиссии, и на места, включая маски вот эти барьерные, и включая костюмы защитные, с которыми они будут выезжать по квартирам. Вот так будет выглядеть член избирательной комиссии, который отправится на надомное голосование. Он будет одеть специальный халат, у него будет вот такой чемодан и еще много чего интересного. Термометр, антисептик, медицинские маски, ручки. В общем, все для того, чтобы человек, к которому он приехал, смог проголосовать безопасно.